Мы вот живем в Барнауле, у нас храмов много, мы ходим в храм, молимся. А вот если бы вы эту книгу, то я показываю, считали, у вас бы на душе по-другому было. Вы бы знали, что Христос умер за наши грехи, и Он всех зовет к покаянию. И через полторы недели будет Пасха Христова. И приветствуются в этот день не здравствуй, говорят, а Христос воскрес. А отвечают, воистину воскрес, действительно воскрес. И Он говорит, верующий в меня не умрет, но жив будет, то есть после смерти Он воскреснет, в раю будет. А грешник неверующий, он будет там, где блудники, развратники, все в аду гореть будут, с сатаной вместе. А что подтолкнуло так? Прийти сюда, потому что у меня знакомый, близкий брат духовный, он умер, он 17 лет парализованный лежал. Но перед этим он два ролика составил, вот здесь в рулетке-то. Я посмотрел, тут что делается, с садом. Я тогда стал молиться, Господи, дай мне талант Сергея, который умер. Я вот нахожусь уже 77-й день, наверное, здесь. Сколько людей нашли, которые желают слышать. Я им Евангелие читаю, Псалтырь, рассказываю о Боге. Не здоровы имеют нужду во врача, а больные. И мы пришли к больным. Больные духовно. Больные духовно это какие люди? Они верующие, грешники, прелюбодеи, убийцы, сквернословы, табакуры, наркоманы. Это люди, которые не знают Бога. А вот вы, если зайдете на наш YouTube-канал, называется «Во свете Библии», вы заглядите только «Во свете Библии», запомните, YouTube. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, это я. А сколько там у вас подписчиков? Подписчиков 34 тысячи, а просмотров 33 миллиона. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Зарядите, вы сейчас же найдете YouTube. У нас 17 тысяч 800 роликов. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. YouTube. Ну, еще. Выскочила? Да, я нашла. Нашли. Да, да. А вот если вы зарядите «Во свете Библии», но не YouTube, а сайт. Четыре буквы, сайт. Вы в сайте найдете там море информации. Там 50 книг моим голосом насчитанные. Как мы строим деревню православную с нуля. Вы там найдете ответ на тысячи вопросов, которые я студентам отвечал. На какие вопросы? Ну, разная политика, экономика, социология, работа, жизнь, семья, дети. 55 папок, в которые вопросы поставлены. А вопросов 4124. Вы в папку только ткнете. Одни вопросы пойдут. В каком томе у меня это есть? Ткнете, и дальше ответ пойдет на все вопросы. Во свете Библии, также Игнатий Лапкин, но сайт. Слово сайт добавите. Да, я нашла. И там икону, видите, по краям. Там видно иконы. Закон твой люблю. А вымыслы человеческие ненавижу. Там написано, около иконы. Вы найдете там много фотографий. Новый завес толкования? Да. Это мне издать Господь позволил. У меня 38 томов вышло из книги. Это из печати. А-а-а. Это наше издание. Наше. Там 240 иллюстраций только. Гюставо Дорре 230. Раскрашены нами. Вручную все? Там все есть. Вы увидите, какие у меня голуби. Голубятни какие. Как начальник я детского лагеря. 45 лет был. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. Деревню православную строим. Без помощи государства. Все верующие. У нас женщина ни одна с открытой грудью не ходит. И все в платках. И много у вас там таких? Да. Вы увидите, какая красота. У нас как-то заехали здесь издалека люди. С Америки были. Привезли их. Они увидели наших женщин-то. Таких красивых женщин нигде не видали. Я говорю, это платки красивые. Они с двумя платками, с побойником. Как с детьми занимаются. Дети наши какие. Вы увидите. Когда зайдете здесь. Это в Ютубе есть. В Ютубе зарядите дети. Занятия с детьми. И сразу выйдет. И вы видите, как дети у нас украшены. Вот одна девочка там. Сколько всего детей? Ну, я не знаю, сколько там надо считать. Ну, и девочка одна. У нее больше ста наград. Она играет на фортепиано на разных конкурсах. Ну, классическая музыка. Талант. У них в семье все музыканты. Один на гитаре играет. Другой там на скрипке. Это и в вашей деревне? Да нет. Они в городе живут. Мы от города Барнаула 150 километров. Ну, они в деревне бывают. Каждый год там отдыхают. А-а-а. И вы увидите их. Видите. Они очень заметные ребятишки. Брат у меня священник. А вы тоже священник? Я не священник. Я чтец. А что такое чтец? Ну, чтец это друг Ездре. Тот был чтецом. А друг Ездре это что? А Ездре это тот человек, которому был друг Неемия. А друг Неемия? Они были в плену. И оттуда они вывели народ из плена. Он помогал, как бы сказать, в обслуге был у императора, у тогдашнего сирийского царя. И имел доступ к его телу. То есть доставал пищу и прочее. И однажды он все молился в избавлении народа, чтобы израильскому народу вернулся на родину-то. И он стоял перед царем-то и думал. Царь увидел, говорит, у тебя лицо печальное? Ты болеешь? Нет, это не от болезни. Он говорит, я сильно испугался. Но если у тебя глаза бегали там, Сталин, все, уже ты сгниешь где-то. И он говорит, я помолился. Ну, молиться когда? Он только сказал, Господи, благослови. И говорит, как мне не быть печальным? Народ мой в изгнании, столица Иерусалима разрушена. А чего бы ты хотел? Вернуться домой. И царь отпустил его. А то они съездили, добились. А когда приехали, да пришли домой-то, это далеко, пешком. Это в другом государстве-то. И они теперь увидели, что половина людей-то там, богачи особенно, переженились на язычниках. Ну, допустим, русский, а женился там на негритянке. И это не... А евреям это запрещалось. И они вдвоем сделали всемирный развод. Всех жен отпустили с ребятишками. Чтобы еврейское семя было с евреянками. Чтобы чисто евреи родились. Это книга Ездры. Три книги Ездры и Неемия. У нас женщины без платка никогда не выходят на улицу. Никогда. Они... Даже маленькие девочки в школе. Вот мы деревню строим, своими силами школу построили, храм. Это огромный труд надо приложить было. Дороги сами строим. Три у нас озера, пруда обиходили. Это большие надо деньги. Ну, все держат скотину. Продавали. Люди-то... Кто с нами и знает, мы говорим, можно поселиться, если докажешь, что ты не лжешь, не пьешь, не куришь, не материшься, не воруешь. Пять качеств. И тогда мы разговариваем. И своими силами, чтобы человек мог построиться, завести скотину. Жить по-христиански. У нас дверь, палочка стоит около двери. Замков-то нет. Но бывает иногда неверующие. С соседней деревни проезжают, все подберут, все лежит. И на зарядку выставлены эти баллоны. Там велосипед стоит, там или канистры с горючим. Все подберут. А у нас люди-то верующие, а у них неверующие. Мы начинали, когда строится, одного коня только купили, один конь. Ну и рядом привязанный, траву ест. И вдруг прибежает, оторвался, а его звали изумруд. Батюшка говорит, ты что изумруд такой? Смотрит, а у него штырь железный, воткнутый в спину. Коня зарубили нам. Мы на себе все таскали. Видите, какое злодейство. Почему? Неверующие. Они не знают, что им умирать надо. Я поставил мордушке рыбу ловить. Пришел, а там чужой выбирает. Я говорю, что ж, мы же с нуля все начинаем. А ты еще поймаешь себя. Ну и пошел этот человек. А деньги откуда на постройку всего? Ну откуда? Скотина держит. А откуда приехали? Там дома продали и деньги. Люди-то приехали. Да, издалека люди приезжали. И у вас там уже школа и детский сад? Школа, школа, детский сад. Дома у каждого дети. Собираются с ними, занятия ведут. Дети. С детьми как раз там у нас правила такие написано. К деревне кто подъезжает, и надпись. На территории деревни курить запрещается. На территории деревни, не в дому. И никто еще не нарушал. А 27 лет. Люди понимают, это нельзя. И у нас храм, брат строитель. Я тоже прорабом работал строитель. Мы своими руками все делаем. И жизнь, она интересная. Вот я пришел в эту рулетку. 77 день, примерно, нахожусь. И уже составлено, примерно, 320 роликов. А что за ролики? Ну, вот с вами разговариваю, и ролик будет. Вы себя увидите. А, я правильно. Хороший разговор был, хороший человека встретил. Я молился, когда пошел, Господи. Пошли, доброго человека, чтобы ему о Боге рассказать, о воскресении твоем. И вот вы мне навстречу идете. Это был такой человек один, он святой. И вот думает, Ефрем Сирин. Это четвертый век. Но если такой, как я, кому научиться-то, все, меньше меня знают-то. А Господь ему говорит, иди, и кто первый встретится, тот тебя научит. Ну, он пошел, думает, в городе, сейчас я приду, там, профессора встречу. А ему навстречу идет женщина, путана. Она зарабатывала с телом своим. Из дома терпимости идет. Он остановился, а куда идти-то? И на него вздрелся. И она остановилась, смотрит. И он тогда говорит, ты что на меня смотришь? Она говорит, я из ребра взятого мужчины, я должна на тебя смотреть. А ты из земли, так в землю смотри, но не на меня. Пришел тут в рулетку-то, баб искать голых. И он думает, зачем же я, ой-ой-ой, повернулся и пошел домой опять. Вот она его научила. Женщина. А другой случай был, одна, ребенок у нее заболел и умер. И она, прямо один ребенок, она все в нем. Она бросилась, скорой помощи нету. Телефоны еще не изобрели. Она видит, женщина идет, разукрашенная вся, там, сережки в носу, во рту там у нее, на языке. И она упала перед ней. Телефон sore. Телефон boa. Телефон прижел.